А вы, с вами Юлик. И сегодня я хочу рассказать про битвы экстрасенсов. И нет, не про Пахома, хватит инфоповоду. Нет, ну не хватит, конечно. Если будет какой-то интересный инфоповод, я, конечно, его сделаю, сниму и напишу в названии секс или порно. Потому что эти ключи приносят достаточно много трафика. Я уже проверял, когда делал рекламу там всяким людям. Допустим, людям. Так вот, про Пахома говорить неинтересно. Я просто недавно стал заложником того, что мне пришлось смотреть битвы экстрасенсов. И мне не понравилось. Да, как бы все понимают, что это, да, это ложь, Юлик, о чем ты? И я понимаю, что это ложь, это шоу. И я смотрел, думаю, ну да, типа, отгадывайте. В машине кто-то лежит, ой, постою в позе вот этого Пахома. Хаджамя? Школа Пахома? Это все нормально, это весело. Но когда вот ситуации заходят, когда вот случаются такие ситуации, когда в семье пропадает ребенок, а потом его находят мертвого, и сидит отец, рыдает, а вот эти экстрасенсы сидят, и вот типа, да, да, его кто-то украл, его убили. Вы понимаете, как это работает? Все понимают, все неумственно отсталые люди понимают, что это ложь, это пиздеж, как это работает. Есть всякие агенты, нет, не агенты, ну, например, мальчик какой-то, девочка, они вот именно, вот приезжают эти репортеры, не репортеры, ну, не знаю, как их назвать, короче, приезжают люди вот к этой семье, разговаривают с ними. Возможно, втихаря на какие-то незаметные камеры они фотографируют альбомы и все вещи в доме, фотографируют все, где вот это все произошло, где нашли труп ребенка, и вот абсолютно всю инфу, которую они могут собрать, которую они каким-то образом вытянули из семьи, из папы, из мамы, из брата, они все это узнают, собирают всю информацию и сливают ее экстрасенсам. А потом экстрасенсы вот с помощью этой информации, они, у них как бы есть выбор, насколько низко могу я пасть, могу ли я использовать эту информацию и говорить, что мальчик носил вот такую-то кепочку, или это будет совсем пиздец. Я бы использовал всю информацию, честно, но смотреть на это, это тяжело, потому что ты понимаешь, блядь, ну что ты творишь? Вот Пахом, в одном из таких случаев, Пахом поступил довольно хорошо, он сказал, хватит вам всем этим заниматься, езжайте домой и все, типа, заводите нового ребенка, забудьте, не мучайтесь. А были и другие экстрасенсы, которые вот раскручивали их, говорили им именно то, что они хотят слышать, вот всякую херню гнали на основе того, что они узнали. В общем, экстрасенсов не существует, существует, ну, может, парочка экстрасенсов, это кто-то там и я, и у меня можно действительно заказать прогноз по ссылке, вот нет, нет, не существует экстрасенсов, это хуйня, есть интуиция, экстрасенсорики не существует. Пока, с вами был Юлик.